Зелёная Арктика Зелёная Арктика Зелёная Арктика Зелёная Арктика Зелёная Арктика Зелёная Арктика Научный центр изучения Арктики принял участие во Всероссийском фестивале науки «Наука 0+,» в Москве. На центральной площадке фестиваля в экспоцентре научный центр представил выставочную экспозицию, посвященную экологии Арктики, изучению и сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Посетители выставки получили уникальную возможность увидеть макет ненецкого чума и механических белых медведей, а также отдохнуть на настоящей шкуре северного оленя. Ямальцы проводили викторины на северную тематику, рассказывали о коренных жителях арктического региона, их быте и традиционной культуре, научных исследованиях на территории округа и острове Белый. Большой интерес у юных посетителей вызвал рассказ о собаке Боцман, охраняющей ученых и участников экологической экспедиции от белых медведей и медвежонке Серику, спасенном три года назад волонтерами. Москвичи и гости столицы благодарили научный центр за такой небольшой экскурс в мир Арктики. Некоторые возвращались на наш стенд и на следующий день, рассказала заместитель директора научного центра изучения Арктики Галина Туманова. Напомним, Всероссийский фестиваль науки «Наука 0 плюс» проходит с 2013 года. В этом году в экспоцентре свой научный и инновационный потенциал, интерактивные экспонаты представили около 150 участников, научно-исследовательских институтов и центров, технопарков, университетов, промышленных предприятий. Всего в фестивале в 2016 году приняли участие более 80 регионов России. В Мурманске планируется создание нового комфортабельного аэровокзального комплекса. Аэровокзальный комплекс будет более комфортабельным, оснащен новой системой сортировки и выдачи багажа. Инвестиции в проект составляют около 1 миллиарда рублей за счет собственных средств предприятия. Начало строительства запланировано на 2018 год, начало проектирования – на 2017 год, сообщило ТАСС правительство региона по итогам встречи министра транспорта области с руководством Международного аэропорта Мурманск. Также в планах властей привлечь в Мурманск новых аэроперевозчиков. По данным руководства аэропорта, зимой обслуживание мурманских пассажиров по маршруту аэропорт Мурманск-аэропорт Домодедово начнет авиакомпания «Саратовские авиалинии» на воздушных судах «Эмбраера-190» повышенной комфортности. Около Карского побережья архипелага «Новая земля» открыты два новых острова. Об этом сообщили в прислужбе Северного флота РФ. В ходе экспедиции гидрографического судна «Визир» было визуально подтверждено наличие двух новых островов. Они расположены в районе ледника «Розе». Скорее всего, острова были скрыты под толщей льда, а сейчас ледник отступил. Острова невелики по размеру, больше из них в длину около 400 метров. Координаты открытых участков суши 75 градусов 58 минут северной широты и 66 градусов 10 минут восточной долготы. Соответственно, новые новоземельские острова находятся в проектируемой охранной зоне Национального парка «Русская Арктика». Впервые острова были обнаружены радиолокационными станциями гидрографического судна «Горизонт» в сентябре этого года. Жители Аляски отмечают годовщину присоединения к Соединенным Штатам Америки. 18 октября 1867 года в городе Новоархангельске, которому впоследствии было присвоено название «Ситка», состоялась официальная церемония передачи полуострова во владение США. Договор о продаже Аляски был подписан госсекретарем Уильямом Сьюардом и российским послом в Вашингтоне Эдуардом Стеклем 30 марта 1867 года. Территорию площадью более полутора миллионов квадратных километров американское правительство приобрело за 7,2 миллиона долларов или 11 миллионов рублей золотом. Историки указывают, что русское население Аляски никогда не превышало нескольких сот человек, и у России не было ни людских, ни материальных ресурсов, чтобы в придачу к Сибири и Дальнему Востоку осваивать еще и американские владения. Другие находят решение Александра II недальновидным. Большинство американцев считало, что незаселенная северная земля не стоит заплаченных за нее денег. Американские политики даже сомневались, сможет ли Аляска оплатить расходы на содержание своей администрации. Однако в конце XIX века в регионе нашли залежи золота. Позднее были также обнаружены месторождения нефти и газа. В 1884 году Аляска получила статус округа, в 1912 – территории, а в 1959 – 49 штата США. Добыча нефти позволила Аляске стать третьим среди американских штатов по уровню доходов на душу населения. Кроме того, на Аляску ежегодно приезжает около 850 тысяч туристов. Группа студентов Уральского федерального университета отправилась в экологическую экспедицию на Ямал, чтобы восстановить старую метеостанцию на горе Раис и переоборудовать ее в туристический домик. Экоэкспедиция проходит под эгидой всероссийского проекта «Высота-868». В прошлом году участники проекта уже убрали мусор и привели в порядок территорию метеостанции. В этом году планируется ремонт здания и вывоз мусора. Студентам Урфу, как и другим участникам проекта, предстоит подняться на 900-метровую высоту, преодолевая валуны и сильный ветер. Планируется, что работы у ребят продлятся с 20 по 28 октября, сообщили в прислужбу университета. Кроме того, в 2016 году студенты Уральского вуза во время первой экологической экспедиции на Кольский полуостров построили около двух километров туристических троп в заповедной зоне в Мурманской области. Этот заповедник планируется сделать своеобразной меккой экологического туризма. Информацию об Арктике и туризме смотрите на сайте trksever.ru в разделе Арктика.